Вообще, идея и мечта издать хотя бы первые книги, которые издавались в типографиях, существовавших в Беларуси в XVI-XVII веке. Также хотелось бы, и не хотелось бы, наверное, я уже могу, может быть, приоткрыть эту тайну, но работать над книгой, которую именно хочу издать, все-таки над еще одной, первой книгой на славянском языке. Именно Скорина является нашим белорусским первопечатником, а именно первую книгу на славянском языке, это «А кто их?», она была издана в Кракове немцам Фиолем в 1491 году. Про нее мало кто знает, сохранилось их всего 7 экземпляров, и удивительно, все они находятся в России. И вот, как бы, имея, ну, я уже приобрел эту электронную копию, и сейчас с ней работают, чтобы была возможность отлить литры, отлить, сделать матрицы на каждую страницу и издать эту книгу. А так, ну, хотя это дело очень серьезное, очень дорогое, поэтому не могу сказать, когда что может выйти в свет. Нет, если вот вы знаете, вот, наверное, и не слышали, чтобы книги подделывали, да? Ну, наверное, никто и не слышал, чтобы книги подделывали. Потому что сделать книгу вот такую, как бы, подделку с Кариной, мы не старались сделать подделку, но сделать такую книгу, наверное, для, как сказать, фальшивых книжников нет смысла, потому что это очень дорогое удовольствие. Поэтому я не могу, планов много, я говорю, хотелось бы и книги Брестской типографии, и Несвежской, и Лоска, ну, и всех-всех белорусских где-то что-то издать. И тем более, что книга делается полностью вручную, бумага вручную, все вручную делается. Хотя первый блин, я считаю, не вышел комом, но это очень тяжело, очень долгий, кропотливый труд. Но по мере возможности будем стараться, чтобы как-то белорусскую спадшину хотя бы отразить в этом. Также, как вы назвали, и апостол Ивана Федорова, но Ивана Федорова, наверное, мы сделаем, может быть, даже с польскими коллегами, у меня там существует, не существует, находится мой партнер, он, так сказать, этнический белорус, живет в Белостоке, мы вместе с ним, как бы, начинали, изучали это печатное дело. Даже там уже сделали в Белостоке музей совместно. В 2019 году будет юбилей заблудовского Евангелия Ивана Федорова. Так что вот заблудовского Евангелия Ивана Федорова уже будет точно, точно, ну, может быть, точно не будет, но во всяком случае, большая доля вероятности, что будет воссознано, также в полном объеме.